У меня это оставило финансовую травму, да? И я теперь очень боюсь верять казахстанским банкам. На самом деле это не брокеры, а мошенники. Комфортные условия проживания – это моя ответственность. Да ладно, что ты, один раз живем? Просто удачно выйду замуж. Этот дофамин будет стоить тебе денег. А в будущем это будет достаточно большим капиталом. Как купить квартиру? Первый мой совет. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Асель Аульбекова, почти что моя тезка, я Динара Аульбекова. Асель является экспертом по инвестициям в акции и также по финансовой грамотности. И для меня вообще большая честь, что Асель согласилась провести этот подкаст для участниц нашего фонда и вообще для всех девочек и женщин, которые хотят быть финансово независимыми и финансово грамотными. Потому что я считаю, что деньги – это очень важно, они дают большую свободу, они дают тебе комфорт. И как Асель в своих рилсах в своем блоге говорит, у нас почему-то не принято говорить в открытую о деньгах. И когда я говорю, я люблю деньги, я обожаю деньги, люди вот так вот на меня смотрят, типа, что нельзя так говорить, нужно быть скромнее и так далее, но я так не считаю. Поэтому сегодня у нас есть отличная возможность научиться новому, узнать, что такое акции, как диверсифицировать свои риски, как вообще начать инвестировать и как стать более финансово грамотными и изобильными. Асель, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Можете, пожалуйста, немножко рассказать про себя, про свой бэкграунд и представиться. Хорошо, спасибо большое за приглашение. Я не знала, что вы почти тезки. Сейчас еще кажется, что вы родственники. Да, скорее всего. В общем, я в инвестициях уже 12 год, и я очень люблю это. И я прошла в инвестициях абсолютно все. Все те эмоциональные качели, которые люди проходят, все, что касается, само мнение, что, типа, один раз я угадала, и, значит, короче, я нашла там проверенную связку. И так я это все прошла. Наверное, путь от трейдера, короче, до инвестора был достаточно сложным. Но, и он был связан с потерями, но в итоге я поняла, что, как я всегда говорю, медленно это самый быстрый способ разбогатеть. То есть пытаясь заработать быстро, в итоге я заработала нифига. А когда я поняла, что просто нужно прям бить просто в одну точку, поступательно-поступательно, увеличивать размер инвестиций, там, каждый месяц того дохода, что ты получаешь, у меня, скажем так, выстрелило только тогда, когда я сбавила немного своего эго, когда я сбавила немного своей амбиции в этом плане, когда я умерила свой аппетит, тогда и пошли какие-то ощутимые результаты. Иначе это было как крысиные бека, в общем. Заработал, потратил, заработал, потратил, да, и каждый раз в такие эмоциональные качели. Поэтому сейчас я пропагандирую среди населения Казахстана именно такой подход к инвестициям долгосрочный. Я хочу ввести людей от идей быстрых заработков, да, и, в принципе, хочу сформировать в Казахстане такую культуру, когда люди будут понимать, что поступательно идти к любому результату и иметь там даже 10-процентный рост ежегодно, во всем, чем бы ты ни занимался, в большой дороге, перспективе намного эффективнее, чем каждый раз метиться в плюс 50% и промахиваться, и терять все. Вот, и у меня что? Что у меня? У меня школа финансовой грамотности инвестиций, у меня корпоративный бэкграунд, я никогда в жизни не работала ни в одном хедж-фонде, ни в одном брокера никогда не работала, то есть я прям такой практик по ту сторону, скажем так. Который управлял своими личными финансами, который не управлял деньгами корпораций или деньгами вкладчиков, потому что это совсем другой вид управления, и я думаю, в этом мое преимущество, потому что я знаю, как именно личными небольшими финансами управлять грамотно, потому что быть казначеем в огромном холдинге и управлять миллионами долларов, где есть еще сильное регулирование законодательное, это одно. А быть практиком, который вот из своей заработной платы, скажем так, инвестирует и набивает себе шишки, это совсем другой уровень и подход к формированию портфеля, и к отношению к риску. Это совсем другие деньги, это свои кровные, это не клиентские и так далее. Совершенно верно. Можете немножко рассказать о том, вот как вы пришли к тому моменту 12 лет назад, что вы поняли, что вот я хочу инвестировать, я буду заниматься акциями, что у вас личная к этому, может история есть, которая привела вас к этому? Ну, я слышала, конечно же, поскольку я работала обычно с финансовыми директорами в финансовых отделах и в бухгалтерии, я все время слышала про это, плюс я работала по нефтяной компании с корейцами, которые, корейцы, кстати, в этом плане вообще молодцы, они очень грамотно управляются с финансами, невероятно. То есть у нас был менеджмент казахстанский и был менеджмент корейский, то есть по контракту, по рабочим разрешениям должно быть как бы поровну, да, то есть три директора, если корейцы, три директора должно быть казахстанцы. И, конечно, зарплата у директоров в нефтянке достаточно такие солидные, скажем так, но отличался кардинальный образ жизни, да, как наши казахи любили жить на широкую ногу, и как корейцы складывали чеки, сто тенге за парковку в аэропорту, и вот это все заносили в свои блокнотики, вели учет, очень скромно жили по средствам, и большую часть откладывали, и покупали скромные машины, и очень скромно одевались. И я никогда не совсем не понимала, да, то есть а казахи там, да, машины меняли каждый год, там, да, на широкую ногу закрой всем чек, там, да, подарки, не подарки, в общем, брендовая одежда, часы дорогие золотые, и в этом кардинально отличалась. Тогда еще заинтересовалась вообще, в принципе, тем, что оказывается у людей абсолютно разный подход к деньгам, да. И мой финансовый директор, мистер Ханки Чалик, сейчас помню, да, и надеюсь, что когда-нибудь поеду в Сеул к нему в гости, стал, наверное, человеком, который показал мне, как можно бережно относиться к заработкам, потому что ты тоже работаешь не втягиваете, в принципе, зарплата выше среднего, да, там по индустрии тоже неплохие доходы приходят, и задумываешься о том, что, как правильно распределяться. Вроде ты там продукты купил, коммуналку заплатил, за аренду квартиры заплатил, и вот осталась какая-то сумма, что с ней делать? Естественно, я пускалась во все тяжкие из серии, там, делала подарки, да, дорогие, покупала вещи ненужные, конечно, занималась вещизмом, потребительством, короче, да, таким бездумным и навязанным. Хорошо, тогда еще не были так сильно развиты социальные сети, и не было вот этих онлайн-магазинов как таковых, да, то есть сложно было столько тратить, но я умудрялась, то есть я находила выходы, чтобы тратить все почисту и практически. И, наверное, переломным моментом, когда я поняла, что инвестиции все-таки и управление личными финансами – это дело человека персонально каждого, вне зависимости от того, какие у него родители, богатые или бедные, какой у него муж, там, богатый или бедный, это прямо вот действительно задача самой женщины – быть финансово независимой. Тогда, когда мы вместе с моим молодым человеком много лет копили на первоначалку, откладывали все на свете, а потом расстались, и, короче, ни квартиры нифига. И тогда я поняла, что личные финансы, не просто так называются личные финансы, это прямо твое и твоя зона ответственности, абсолютно твоя зона ответственности. Я почувствовала себя настолько уязвимой в тот момент, что поняла, что я больше так себя уязвимо чувствовать не хочу. В случае, например, даже когда, там, после расставания, там, депрессия и так далее, да, хочется порыдать, ты даже не можешь уйти с работы, потому что куда-то у тебя не будет зарплаты, если ты уйдешь с работы, страдать, да. Вот. Даже пострадать не можешь, то есть ты финансово не можешь себе позволить пострадать. И это ладно, короче, да, у меня было расставание после долгих отношений. А если бы это была смерть близкого человека, да, и тебе действительно нужно время, чтобы погоревать, там, ну, пережить этот момент. А если, например, какое-то критическое заболевание, да, и, там, больничные, мизерные, там, да, сколько у нас, там, 15 МРП, а тебе нужно дорогостоящее лечение, которое не покрывается ни страховкой, ничем, да, а если такой случай, да, а если бы, не знаю, там, ну, что угодно может случиться, а если ты попала под сокращение, и твоя, там, не знаю, специализация попала под сокращение, сейчас нигде она не нужна, не востребована, и ты уже несколько месяцев, там, не можешь найти работу. И это стало для меня таким, так, сигнальчиком, да, что пора этим заниматься. Да, и я слышала про акции, облигации, там, да, про инвестиции, но у меня деньги были только на депозите, и первый свой шаг, скажем, такой я сделала, когда началась программа народного IPO. Тогда я подумала, ну, это не так дорого, это вполне доступно, и с этого можно начинать первые делать шаги. То есть я к этому пришла, так, скажем, через историю с расставанием, скажем так. Тогда, когда я поняла, что, оказывается, даже жилищный вопрос, это мой вопрос, не должна его перекидывать на мужа будущего, там, неважно, да. И я замуж уже выходила из квартиры, но я помню, когда я начала копить на первоначалку, и отказывать себе во многом, и работать на четырёх работах, и там даже отказываться ходить на какие-то дни рождения у не очень близких людей, потому что я поставила перед собой цель, да, мне подруга говорила, типа, ну, ты можешь, короче, не идти, да, а я там, ты можешь покупать квартиру, а я удачно просто выйду замуж. Ну, то есть, и вот я тоже была в той категории, которая, зачем мне, типа, в чём-то себя отказывать, я просто удачно выйду замуж, да. Я просто поняла, что, оказывается, я теперь перешла с этой категории, я удачно выйду замуж, это одна категория, ещё, типа, вторая категория, мы, типа, исчёз всё, это вопрос мужа, типа, это будет он обязан тогда, Даже если у него не будет жилья, но это будет его вопрос, который он будет решать, это его зон ответственности. Я перешла в категорию, типа, мои комфортные условия проживания, это моя ответственность. Котя взяла на себя просто стопроцентное авторство за то, как я живу, что у меня есть и чего у меня нет. Как-то так. Это, наверное, самое главное правило любого успешного человека, неважно в какой сфере, это взять стопроцентную ответственность за свою жизнь. И когда вы это делаете, и вы это понимаете, тогда ваша жизнь меняется кардинально. И я за то, чтобы вы все вышли удачно замуж, чтобы ваш муж был супер богач, которому все купят, но пусть это будет просто вишенкой на торте, который у вас уже есть, чтобы вы уже никак не зависели и никому в рот не смотрели. И моя мама меня всегда учила, что очень многие в Казахстане, они зависят как-то от родственников, может, финансов, еще от кого-то. И она мне всегда говорила, что самое главное – никому не смотреть в рот. В казахском есть такая вот пословиция. Да, аузна-хара-потерма. Аузна-хара-потерма. Ты должна быть независима в любом случае, потому что ты не знаешь, что может случиться. Конечно. Вот все, что вы перечислили, это все правильно. И это прикольно, что меня тоже научили азиаты инвестировать и вообще жить по средствам. Моя подружка с Индонезией, мы с ней познакомились в Нью-Йорке вместе, когда учились на программе Обама два года назад. И я, когда рвавшаяся казашка до Амазона, я купила себе Дайсон, я там шиковала просто, потому что у нас многих вещей нет. Я всегда смотрела это, хотела. И потом она мне что-то говорит, типа, ой, я не буду покупать, это дорого. Я говорю, да ладно, там, леггинсы от Улу-Лемон. Я говорю, да ладно, что-то один раз живем, что ты, типа, жалеешь. Она говорит, ты знаешь, я, типа, какая богачка, я могу жить со своего инвестиционного портфолио. То есть ей 27 лет, и она свои нужды уже может покрывать с дивидендов со своего инвестиционного портфолио. Она мне показала, что такое Robinhood, это приложение, где я сейчас инвестирую. Она мне объяснила, там, какие-то базовые, да, вещи финансовой грамотности. И вот я ездила тоже к ней на свадьбу несколько месяцев назад в Джакарту. Я в шоке от того, что ее муж и она, им по 27 лет, они полностью оплатили свою свадьбу на 300 человек. Самостоятельно. Это была свадьба в Хилтоне, это была шикарная свадьба на 300 человек. Они там все полностью всем там покрывали, начиная от мейкапа, платья невесты и так далее. И насколько они живут скромно, насколько они не кичатся и насколько они финансово грамотные. И это вот еще, наверное, плюс к тому, что нужно искать вот такое вот окружение, да, которое тебя научит спрашивать и активно вот, например, слушать такой вот подкаст, подписаться на Асель, да, и постоянно смотреть, чтобы у вас была правильная такая настройка на то, как вообще нужно жить и как нужно регулировать свои финансы. Теперь я хочу задать вот вам вопрос, который очень часто мне тоже задают, когда я делюсь своим опытом, но я не эксперт в инвестициях, я просто делюсь своим опытом. Как начать инвестировать? Вот человеку, у которого там, не знаю, ноль знаний. Есть очень много мифов, что нужно там иметь как минимум, не знаю, 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов для инвестиций, вот первый шаг, да, если вот вернуться, там, не знаю, 12 лет назад или мне 2 года назад, как сделать этот первый шаг? Первый шаг крайне важен, он очень важен, не надо его откладывать, да. Вот, кстати, еще один вопрос сразу, да, какой возраст идеальный для инвестиций? Сейчас можно инвестировать с 10 лет. Да, да, да. 10 лет можно инвестировать, почему бы не пользоваться этим? Да, ну, то есть есть прекрасные продукты, например, у них есть Жусан Джуниор, 10 лет можно инвестировать, вообще же шикарно. То есть вы можете говорить своему ребенку, что, типа, давай половину твоих карманных денег будем инвестировать, вот твое деревце будет расти, завтра оно будет проносить плоды. И он будет видеть. У него это будет такая культура, но не просто говорить, но и самому тоже делать. Да. Тогда это будет по-честному, это как говорить, типа, не кури, да, держа в руках сигарету. То есть надо говорить инвестируй, инвестируй самостоятельно. Само собой, как эссуны способов, чем раньше, тем лучше. Это как китайцы говорят, да, идеальное время было для посадки дерева 20 лет назад или сейчас. Поэтому вот или сейчас. И прямо вот если вы смотрите этот подкаст, прямо сейчас открывайте себе брокерский счет. Это все делается легко. Если у вас есть приложение банка, практически любого, там есть везде вкладка инвестиций, откройте просто себе брокерский счет. Все, начнитесь с этого и купите свою первую бумагу. Просто и не смотрите, сколько сейчас она стоит, какой-то там тренд, не тренд, падает рынок или растет. Вот вообще на это не смотрите, абсолютно. Вы все умные задним умом. Вы никогда не знаете, какая будет завтра цена. И не надо пытаться угадать эту цену. Просто возьмите и купите себе первую бумагу. Не важно, сколько она стоит. 10 долларов, 15 долларов. То, что вам нравится. То есть главное сделать первый шаг. Особенно сейчас, когда рынок на спаде. Когда сейчас рынок, конечно, идеальное время для покупок. То есть сейчас, когда все кровавое, все на югах, нужно просто... И не надо долго выбирать, читать много аналитических статей, пытаться. Это мы уже говорим про первый шаг. Первый шаг – это купить бизнес. Когда мы говорим, покупаем компанию, мы покупаем не графики, мы покупаем бизнес. Многие почему погорают на инвестициях? Они покупают график. Что это значит? Можете рассказать? Покупка графика – это значит смотреть, что там с графиком, упал, не упал. Какой там тренд, не тренд. Какого числа лучше купить. Где лучше зайти. Вот эти какие-то фигуры искать в техническом анализе. То есть заниматься практически анонизмом, инвестиционным. Лучше покупать бизнес. И когда вы покупаете... Например, ты приходишь, и тебе предлагают бизнес. Вот ты бы купил этот бизнес. То есть понятно, что сейчас ты инвестируешь уже 10 тысяч тенге в этот бизнес. Но в принципе, представляю, у тебя есть все деньги мира, и ты собираешься... Или там единственное. Там у тебя есть миллион долларов, и тебе, Соля, выбери один бизнес, который ты купишь, который будет приносить доход. В какой бизнес ты поверишь? Ты же уже будешь так относиться. То есть я верю в этот бизнес. Например, Netflix. Люди вернутся опять к VHC, кассетам, или к дискам, или они все-таки будут теперь смотреть кино по подписочной системе. Я сам верю в то, что я когда-нибудь вернусь, или все-таки я тоже буду двигаться к тому, что я буду постоянно по подписке смотреть кино. То есть доступ к интертейменту у меня будет по подписке. Я верю в этот бизнес? Да. Я бы стал инвестором 100% этого бизнеса. То есть если бы мне сказали, выкупай 100%. Да, я выкуплю. Я пью Coca-Cola. Пью. Блин, каждый ребенок в любой точке мира знает, что такое Coca-Cola. Просто по бутылке. Да. Просто по бутылке. Знает? Знает, да. Я верю, что ЗОЖ победит, и все перестанут пить Coca-Cola. Наверное, нет. То есть даже если мне скажут, даже я знаю, что Coca-Cola вредная, я пью ее? Пью. То есть я отношу деньги в этот бизнес? Отношу. Да. И скорее всего, то есть, да, этот бизнес, как бы я бы вложился в этот бизнес? Наверное, да, вложился бы. То есть надо так подходить. То есть я покупаю бизнес. Не смотреть, что там акции там такие-то растут, эти падают. Да. Слишком не заморачиваться. Просто купить какой-нибудь бизнес. Я верю, что за социальными сетями будущее. Что надо же, когда все сидят в социальных сетях. Я верю. Социальные сети сейчас монетизируются еще таргетов, там, да, и всяких там покупок галочек и так далее. Будет, будет, есть ли будущее со соцсетями, да? Сейчас я вообще представляю свою жизнь без соцсетей, да? Есть ли люди в моем окружении, у которых нету социальных сетей? Если сравнить там с пятилетней давностью, нет. А дети сейчас знают, что такое социальные сети? Да. Есть за этим будущее? Да. Тогда, наверное, я куплю какие-то социальные сети, типа, да, Мэтту, компанию я куплю. Да. Или я, когда захожу что-то искать, я гуглю это, да, я гуглю обязательно. То есть в Казахстане, то есть в России, ладно, Яндексом пользоваться, мы гуглим в Казахстане. Я гуглю, да. Сколько лет я уже гуглю? Когда мне что-то надо, я также буду гуглить, да, и мы же видим, что там выходит наверху первая там реклама, реклама, да, и я, когда гуглю что-то нахожу для себя нужное, да, этот бизнес имеет право на жизнь в ближайшее время. Скорее всего, да, я верю в это как человек, да, я бы купил. И покупаешь акции Alphabet, да, гугла, то есть покупаешь бизнес, задаешь себе вопрос, этот бизнес жизнеспособен, и покупаешь бизнес. И можно купить там, не знаю, электрокар, вы верите в то, что будет зеленая энергия, все будет в электрокарах, там, не знаю, Тесла вам в помощь, да, то есть смотрите там на, в принципе, то, что будет пользоваться в вашем понимании, в будущем каком, каким-то спросом, и покупаете это, да. И оно может стоить там, есть копеечные акции, которые там, не знаю, до 10 долларов стоят, можете купить первый шаг, это просто первый шаг, вам главное, типа, попробовать и не рисковать большими суммами, то есть купить что-нибудь одно, а потом уже, конечно, обязательно инвестировать в свои знания, чтобы просто не совершить ошибок. То есть, да, это, не знаю, пройти какие-нибудь обучающие курсы, это прочитать определенные книги, поговорить с опытными людьми, чтобы они поделились, да, тем, что они проходили, да, как-то, чтобы просто купить чужой опыт и не наломать слишком много дров, потому что, когда мы ломаем там дрова, мы же платим деньгами. Да, да, например, если мы хотим… И не только нервами, да, и мы платим, да, мы еще платим своими нервами и так далее. То есть, например, мы можем, конечно, прошерстить весь интернет, найти какие-нибудь супер-классные супер-диеты, там, да, когда нам нужно скинуть 10 килограммов, но мы можем в этом по пути похерить свое здоровье, потому что мы не то прочли, да, то есть без медицинского сопровождения это сделать, не сдать анализы и вообще, оказывается, не понимать, что нам ни в коем случае нельзя это исключать, потому что у нас какой-то дефицит есть в организме, да, этих там минералов и так далее, да. Мы можем, конечно, так пойти и наломать кучу дров и посадить свое здоровье, то есть мы тут заплатим и деньги, да, и здоровье. Или мы можем сразу обратиться к профессионалу, например, к профессиональному нутрициологу, дипломированному, который скажет тебе, сдай анализы, да, и мы поймем с тобой, что не так, и как мы можем отрегулировать твое питание, чтобы ты там прошла к своему, например, какому-то нормальному здоровому весу, да, и который объяснит, что, типа, не надо быть худой коровой, да, то есть давай мы сделаем тебе здоровое, здоровое тело. Вышившее здоровье тело в здоровом весе, да, и это же задача нутрициолога. И ты заплатишь за чужой опыт, ты пройдешь путь, и ты не потеряешь здоровье. То есть то же самое здесь. Есть очень много разных китайских таблеток, которые минус 10 килограмм за 3 дня, и также есть очень много рекламы, типа, из серии, типа, покупай мои сигналы, по сигналам ты заработаешь 300% за год, ну, типа такого там, или 20% за день. И это вот те же самые китайские таблетки. То есть ты поплатишься там здоровьем, здесь ты поплатишься деньгами, да. Или должен быть человек, который вот объяснит, что нам не нужны сверхприбыли, не надо пытаться становиться профессиональным трейдером и получать сверхприбыли, нам нужен здоровый доход. То есть не надо становиться фитоняшкой, имей здоровое для своего возраста, для того, что ты уже родила, там, 5 лет детей и так далее, просто здоровый, там, да, здоровое тело. То же самое здесь, здоровые доходы, здоровая норма доходности какой-то, да, не надо бегать за сверхприбыли, сбежать за сверхприбыли, не надо. Поэтому тут, конечно, то есть совершить первый шаг, чтобы вообще почувствовать, что это такое, и потом начинать получать знания, это очень важно. Вы можете, конечно, не получать знания, там, черпать из YouTube роликов, например, где-то что-то и совершать ошибки, либо обратиться к профессионалу, который вас просто по этому пути проведет. То есть выбор за вами всегда. Я, само собой, конечно же, пошла по первому пути, я начала, нафига я буду платить, когда дофига информации в бесплатном доступе есть, да. Вон тебе форум, вот тебе финансовые блогеры там вещают, какие-то там YouTube каналы начали открываться, да, раньше просто были форумы. Вот читаю на американских форумах, что они делают, вот тебе Yahoo Finance, да, хоть зачитайся, вот тебе Investing.com, вот тебе Bloomberg, вот тебе Morningstar, да, открывай, читай, короче, принимай решение. Но получается как? Ты открываешь, ты потребляешь очень много контента, информации в тебе, но он не структурирован. То есть ты не понимаешь, а что им нужно именно тебе. И он иногда еще может быть даже… Противоречивый, конечно, да. Кто-то говорит, типа, огурцы – это вообще смерть, кто-то говорит, огурцы должны быть часть вашего рациона, то есть то же самое здесь, да. Кто-то говорит, покупаете фонды, короче, не дозарабатываете, кто-то говорит, фонды берете и только фондами, короче, пользуетесь. У всех, короче, разный подход. А ты не знаешь, а что именно подходит тебе, что именно хорошо для твоего организма и для твоего, как говорится, финансового благополучия, что именно хорошо. Поэтому тут нужен человек, который просто, скажем, поможет, подскажет, да, как, типа, нутрициолог, чтобы подправить здоровье. Поэтому просто купите какой-нибудь бизнес, в который вы верите лично, и дальше потом начинаете обучаться. Все. Вот это вот тоже, как я принимала решение по поводу своих первой акции. Мои любимые – это Apple, потому что у меня вся продукция Apple, да. То, во что вы верите. И так далее, да, потому что я реально верю, я пользуюсь этим продуктом. И второе – это вот акции Microsoft, потому что я верю, что там искусственный, в искусственный интеллект, да. Я сама пользователь ChatGPT каждый день, и у меня есть подписка. Поэтому вот эти две акции, которые я реально верю, которые я покупаю первым делом при первой же возможности. И плюс еще вот на некоторых брокерских платформах, как на моей, да, Robinhood, например, там можно покупать фракцию. Даже если целую акцию не купить. А, ну у нас в Казатане невозможно, да, то есть фракционного торговли нет. Вот, это меня ведет к тому, что как выбрать правильно брокерский, брокерскую платформу, да, какое-то приложение и так далее. Потому что у меня лично, да, после, помните, развала Астаны банка, какой он был классный, какой он был на хайпе, и как он резко в один момент просто закрылся, и люди в панике свои депозиты оттуда вытаскивали. У меня это оставило финансовую травму, да, большую. И я теперь очень боюсь вот доверять казахстанским банкам, и у меня, мне очень сильно повезло, что я оказалась в Америке, что там звезды так сложились, что у меня есть там social security number, там банковский счет в Америке, что я могу на американских платформах наездить. Потому что до этого очень долго я пыталась из Казахстана на интерактив брокерс, например, зарегаться, да, что тоже очень тяжело. Сейчас еще сложнее и сложнее с казахстанцем. Да, да, да. И когда меня мои друзья здесь спрашивают, типа, вот как мне инвестировать, на какой платформе, я даже не знаю, что им сказать, потому что казахстанским платформам я не прям сильно так доверяю, но к американским и к интерактив брокерс, например, у людей нет, да, доступа. Ну да, вообще нужно четко понимать, что банк это банк, а брокер это тупо посредник, он не владеет вашими ценными бумагами, вы владеете своими ценными бумагами, он просто посредник, который исполняет приказ о покупке, приказ о продаже. Это, например, если бы я покупала квартиру через риэлтора, я бы дала приказ риэлтору найти мне квартиру, он бы меня нашел по этой цене, да, но оформила бы квартира, это была на меня. И не важно, что существует, я могу через этого риэлтора 10 квартир купить, и вдруг завтра этот риэлтор умрет, квартиры мои, например, да, но у этого риэлтора, например, там были все мои документы на эти квартиры, скажем, а он умер, что будет, да. Но надо понимать, что этот риэлтор должен был, да, он обязан был по закону, предположим, все мои данные хранить о том, что, ну, то есть, и это же на меня же записано, то есть, риэлтор просто посредник, у него были все, например, логин и пароли к моим квартирам, там, не знаю, ключам и так далее, да, но эти же данные, что я владелец, есть в государственной базе, поэтому что? То есть, если у меня доступ к ним только через риэлтору, например, к своей квартире, мне просто государство говорит, вот твой новый риэлтор, все, теперь ты через него доступ имеешь, и все, он посредник, брокер – это посредник, даже если все брокеры вымрут, как говорится, да, ну, какой-нибудь… Мне государство просто скажет, что вот теперь вот этот брокер. То есть мы все передали активы твои, то есть ты можешь теперь получать доступ к своим квартирам через другого риэлтора. То есть ты также осталась владелицей банков Америка, у тебя Apple, Microsoft, это все твое. Просто теперь у тебя будет логин и пароль и платформа, через которую ты будешь иметь доступ от другого брокера, и все. То есть не надо бояться краха брокера. Брокер не владеет ценными бумагами, вообще не владеет. Владеешь ты, информация о том, что ты владеешь, есть во всех центральных депозитариях, как положено, то есть все зарегистрировано на тебя. Так вот квартира же зарегистрирована на нас, и неважно, через кого мы купили ее, через какого брокера или через какого нотариуса мы оформили сделку, вообще же неважно. И вбиваем, видим, что на нас есть. То же самое, то есть и вбиваешь, и ты видишь, какие цены бумаги зарегистрированы. То есть бояться краха брокера не надо. Надо на брокера смотреть только как на посредника, посредника, и тут обязательно и важно, он должен быть лицензированный. У него должна быть лицензия. Как раз таки на ощущение этой деятельности. У нас, почему люди недоверчиво относятся, потому что они видят в какой-нибудь рекламе, какой-нибудь там брокер, не знаю, брокер, Trust Fund, Investments Management, там, да, Profit, и там зарегистрированы. На самом деле это не брокеры, а мошенники, например, которые рисуют на платформах какие-то доходы, которые рисуют на платформах деньги, и говорят, что вот теперь заплати нам, чтобы ввести. Люди считают, что это брокеры. Нет. Но они бы туда не отправляли деньги, если бы знали, что это лицензируемая деятельность и в Казахстане. Я бы просто говорю, новичкам даже не надо лезть на Interactive Brokers. Новичкам не нужно пытаться зарегистрироваться в Robinhood. Не надо. То есть новичкам здесь, в Казахстане, достаточно наших крупных игроков. То есть в Казахстане, если, например, ты инвестируешь в тенге, просто в тенге, есть Shusan Invest. Казахстанский брокер – это посредник. У него нормальная комиссия за посреднические услуги и очень удобный интерфейс. Если ты получаешь зарплату через Халыкбанк, зайди, у тебя написано в Халыке инвестиции. Зарегистрируйся там, покупай акции через Халыкбанк, например. У них ограниченное количество бумаг. Но для начала прекрасно. Если ты там, например, получаешь заработную плату через Банк-Центр Кредит, у них тоже есть брокерское приложение. То есть внутри прям там есть инвестиции. Зарегистрируйся там и покупай там. То есть если ты хочешь уже выйти на американский рынок, например, пользоваться брокерами, у которых есть доступ на Америку, то можно уже что-нибудь там типа Freedom открыть. Freedom тоже посредник. То есть он не является владельцем бумаг. Есть Invest Link, пожалуйста, открывайте тоже. Это американский будет брокер, но у нас на территории МФЦА зарегистрированный. То есть у тебя счет открывается в Америке, хоть ты и здесь находишься физически. И вот вам доступ на американский рынок. Идти там Just to Trade, Amere Trade, Interactive Brokers и так далее, это, наверное, уже для более продвинутых. Поступательно, не спеша. Начните с казахстанского рынка и так далее. Плюс, например, у нас же есть шикарная площадка Кассе Global. На Кассе Global у нас как раз-таки есть бумаги иностранных эмитентов. Та же самая Tesla, тот же самый Netflix. Все можно покупать здесь, на казахстанском локальном рынке. И это можно делать через то же самое приложение, там, Жусан, Халык, БЦК и так далее. Не надо для этого, чтобы начать инвестировать в американские компании, обязательно открывать счет у американского брокера. Можно с наших начинать. Можно у наших покупать. Понятно, что там доступ не ко всему рынку, на Кассе Global нет так, что там 10 тысяч бумаг. Там их, ну, может быть, около 100. Но этого достаточно, чтобы сформировать портфель. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чтобы начать делать первые шаги, понять, ощутить вот это вот все, пережить несколько экономических циклов спада, падения, эйфории, короче, да, и до депрессии. Это вот все, чтобы пережить. И потом уже наполнять свой портфель чем-то еще. Но я хочу просто дать такую общую рекомендацию. Не старайтесь, не надо больше 10 бумаг в свой портфель пихать. Вот 10 бумаг – это для новичка, это норм, больше не надо. Когда с умом 10 возьмешь, этого будет достаточно, чтобы какой-то видеть положительный результат. И вот каждый месяц одни и те же 10 бумаг. Да, да. Одни и те же 10 бумаг. Или там ты можешь только каждый месяц покупать одну, купил одну, второй месяц купил вторую, третий месяц купил третью. Вот состоялся список из 10 бумаг. И я сухпая на них, хочешь, покупаешь, покупаешь. На 500 долларов первую акцию, на 500 долларов вторую акцию, на 500 долларов третьи. И вот так вот пополняешь, пополняешь, получается. В конце года у тебя 6000 долларов. И так все время. Это инвестиции, это так скучно. Господи, это просто уснуть можно. Это нет вот этого… Драйва. Нет драйва, нету дофаминовой иглы. Люди же хотят дофамин, они хотят вот этот драйв получать. Я говорю, ребята, если вы хотите… Это как казино. Это нужно понимать, что за этот дофамин будет стоить тебе денег. Вот такой дофамин будет тебе стоить денег. С динтаймом лучше не играться. Иди прыгни с парашюта, если тебе не хватает дофамина. Потому что инвестиции – это капец скучно. Очень неинтересно. Вообще скукота страшная. Это не Волкс Уолл-стрит. Это ты одно и то же каждый месяц делаешь. Вот, например, по факту ходить в спортзал – это так скучно. Приседать – это так неинтересно. Это так напряжно. Но потом надеть платье, которое на тебе красиво сидит, а оттого стоит. В принципе, да, это не самое интересное было занятие, но фигура зашибись. Теперь нравится. Чистить зубы по утрам – это тоже не самое весёлое занятие. Я не вижу людей, чтобы такие, уху, господи, утро настало, пойду почищу зубы, господи, любимое занятие моё день. Но иметь здоровую полость рта, оно стоит того. Инвестиции – скучнейшее занятие, нуднейшее. Вот нуднейшее занятие – это как зубы чистить. Это не так весело, не так интересно. Но нужно делать это регулярно, если ты хочешь здоровую полость рта. Хочешь здоровые финансы, чтобы у тебя было здоровье в твоих финансах. Чтобы в будущем ты пожинал плоды от своих ежедневных действий. Вот надо будет этой скучкой заниматься. То есть инвестиция – это как отказ от чего-то маленького сейчас в пользу чего-то большого в будущем, который ты можешь получить. То есть сейчас вы от чём-то себя отказываете в каких-то мелочах. Что там такое 10% от дохода своего отказать себе? В будущем зато как раз-таки можно будет и сыграть свадьбу на 300 человек. Потому что на них уже тоже не свалились эти деньги с неба. Они же в чём-то отказывались себе, чтобы с такой капиталом… Легицы Лу-Лу-Лемон. Да, то есть ты можешь йогой заниматься, по идее, в трусах дома, по ютюбу, а не в Лу-Лу-Лемон, где-нибудь в топовом спортзавитости. И тут же ты просто принимаешь решение. То ли ты сейчас покупаешь лайфстайл, а для кого-то… Прикинь, твой лайфстайл никто не видит. Ты его купишь… Просто что впечатление произойдёт. Да. Вот просто твой лайфстайл никто не видит. Никто не скажет, что вау, какая сумка, вау, какие леггинсы. Вообще никто. То есть ты надел на себя зеркало, посмотрел, сам себе вау сказал, да. И типа, если для тебя это капец важно, ну да, хорошо, пусть у тебя будут леггинсы от Лу-Лу-Лемон за 100 баксов. Если нет, то есть если ты просто хотел купить и честно себе признаешься, ну я честно хотел купить, чтобы там, не знаю, в спортзал прийти, короче, и там все просто упали, да, когда увидели Лу-Лемон. Тогда откажись. Не надо привязываться к чужому мнению. Чужое мнение не оплатит твои счета. Чужое мнение не будет обеспечивать твое будущее. Чужое мнение не отправит твоих детей обучаться. Чужое мнение не будет в будущем быть, как сказать, под спорем в твоей старости. Не будет. То есть чужое мнение не будет тебя кормить, и оно не будет оплачивать твои счета, оно не будет тебе давать доступ к хорошей качественной медицине, когда ты начнёшь разваливаться после 60-ти, да, не будет. Поэтому, ну то есть оно стоит того, надо ли вкладываться столько сон-шама в чужое мнение, оно же не монетизируется, да, ну как бы принимать решения таким образом. Теперь у меня все мои покупки в акциях в Майкрософте, так я могла бы купить одну акцию на эту сумму, на эту вторую, и каждый раз у меня вот такая вот дилемма, насколько мне эта вещь нужна. Да, я говорю, хотите шопоголиками быть, я говорю, прям ваджи, прям вот, ну деньги, ляжку, жгут, надо что-то потратить, да, иди, короче, займись этот сток-шоппингом, купи себе акции на эти деньги, ты как бы, в принципе, хотел же что-то купить, вот купил, вот эти акции есть. Да, и вот мой личный лайфхак, чтобы это было не так скучно, да, я открываю инвестиционный калькулятор, магию сложного процента, я вбиваю там, типа вот я буду по 200 баксов вкладывать в течение 35 лет по 10 процентов, когда я вижу вот этот вот кружочек, да, сколько прибыли, просто от того, что я раз в месяц захожу и там чуть-чуть денежку ложу, там, не знаю, 200 баксов, 300 баксов. Да, да, да. И вот это мне очень, кстати, не скучно, у меня сразу такой. Это, конечно, это дает удовольствие, да, 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 и поэтому вот если вам скучно, да, если вы не хотите этим заниматься, зайдите в инвестиционный калькулятор. Посчитайте. Вбейте, посчитайте, да, сколько вам нужно, чтобы там миллионерам выйти через 35 лет на пенсию, реально достаточно там не такой уж большой суммы, а в этом там вся прелесть. Нет, нет. Если хотите взгрустнуть, кстати, тоже зайдите в инвестиционный калькулятор и спросите, а я могла бы последние лет 10 по 100 баксов откладывать, да, и посмотрите, сколько вы упустили, это если хотите взгрустнуть, а если хотите не взгрустнуть, а порадоваться, посмотрите на те же самые цифры, но в перспективе ближайших 10 лет. 10% от любого дохода на самом деле никогда не будет ни для кого смертельно, по идее даже никто не заметит эти 10%. Им кажется, что это будет заметно, они не заметят эти 10% вообще, а в будущем это будет достаточно большим капиталом. Да, Асель, теперь я бы хотела поговорить про, наверное, вопрос, который интересует всех в Казахстане, особенно алматинцев, это как купить квартиру, потому что это боль очень многих людей, особенно молодых людей, особенно с ростом цен квартир в Алмате, когда ты доходишь на крышу, там просто, не знаю, депрессия обеспечена. Вот у вас есть, я знаю, тоже такое направление, да, по поводу недвижимости, как можно вот купить квартиру, с чего нужно человеку начать, как искать? Вообще, конечно, я часто слышу, типа, зачем покупать квартиру, можно жить в аренду, короче, вон европейцы всю жизнь в аренду живут и так далее, но европейцы это европейцы, мы не европейцы, мы казахи. Мы казахи, и нам, казахам, не знаю, может быть, генетически так сложилось, очень важно иметь свою крышную головой, да, и нам важно само ощущение того, что у нас есть своя недвижимость, да, поэтому первый мой совет, когда вы собираетесь покупать свою первую недвижимость, умерьте свои аппетиты. Не берите на себя сразу 150 квадратов, там, трёхкомнатные в центре города, да, пусть это будет, там, не знаю, вашей пятой квартирой, которая вот так вот существует, но самое главное закрыть первую. Это может быть квартира, не обязательно в первый начал, ой, в первой, как называется, господи, вторая… Самая новая, да? Господи, я забыла, как называется, первоначальное жильё от застройщика, короче, уже, а первичка, господи, первичка, вторичка, да, не обязательно это должна быть первичка, это может быть вторичка, где-нибудь, не знаю, в Оксае, в каком-нибудь старом панельном доме, да, ваша задача просто закрыть гештальт, что у вас есть своё собственное первое жильё по тем средствам, которые у вас есть, чтобы там ваши платежи не превышали, а то у них-то берут, у них там ползарплаты, это ипотечный платёж, так делать не надо, это очень опасно, это очень рискованно, вы просто, если вдруг, когда-то потеряете доход, это… А ипотека, это ты вмазался надолго, называется, да, старайтесь так, чтобы ваш платёж был минимальным, минимальным-минимальным, то есть не надо ставить для себя целью, типа, закрыть ипотеку здесь и сейчас, то есть первое, начните с малого, просто какое-нибудь жильё. Второе, прекратите относиться к своей квартире, как будто-то вы её купили один раз, и, короче, и буду, типа, в ней старость встречать, короче, да, и меня отсюда вынесут ногами вперёд. Вся жизнь у вас впереди, вы можете пожить в других любых странах, вас может кидать там по работе в любую точку мира, да, не нужно делать культ из своей квартиры, да, и у нас обычно как? Нет, если брать, надо сразу, как будто жену берут себе, да, на всю жизнь, ну, понятно, когда это жена или муж, надо сразу хорошего брать, то есть ты же не можешь каждые три года менять, да, то есть это не совсем, но это не жена, это не муж, это стены, которые ты можешь поменять, и это же сильно тебя сковывает. Когда ты последнее за эту квартиру отдаёшь, ты думаешь, я не поеду в другой город работать, я за эту квартиру тут, я не буду её продавать, я за эту квартиру тут, короче, я не буду её сдавать, это легче надо относиться. То есть возьмите себе самое небольшое жильё, то, которое вы можете себе позволить, не надо сразу центр города, первичка, короче, забабаху, ремонт на 300 миллионов и так далее, нафига, да, когда у вас будет свободных средств, зашибись, не надо смотреть на свою квартиру, типа, один раз купил, типа, надолго, короче, да, там, типа, навсегда теперь эту квартиру, не надо так относиться к ней, это просто жильё, господи, take it easy, как к машине относитесь, ну, типа, вы же не покупаете себе сразу AMG, Mercedes, вы же сперва там, то, что по средствам берёте, так же квартиру, купил по средствам, пожил в ней, платишь за неё ипотеку, она тебя не душит, завтра, если ты без работы остался, она тебя всё равно не душит, такая сумма, которую ты таксуем можешь заработать, да, написал пару текстов, заработал, там, настроил 4 таргета, заработал, то есть должно быть так, не надо себя душить ипотекой, потому что большинство проблем как раз-таки из-за того, что все находят в первичке, сразу в новом доме, сразу сверху 20 лямов на ремонт, чтобы мебель должна быть сразу хорошая, а чё, короче, мелочиться, нифига Икея, зачем нам Икея, мы сразу возьмём красное дерево, да, и будем на него ещё, и получается, ты всю свою осознанную жизнь, и ты 10 лет потрачишь на чё, на мебель, ну как бы, которая тебе по факту уже кэшфлоу не приносит, да, приятно, классно жить в хорошей квартире, но это не должно быть самоцелью, начните с малого, просто с малого, потом, когда, а параллельно, лучше на свободные деньги, формируйте капитал, покупайте акции, создавайте себе подушку безопасности, накопите деньги на стартовый капитал какого-нибудь бизнеса, которым вы давно мечтаете заниматься, да, вот ты на эту жизнь свою тратьте, не на стены, не надо вот на вот это класть в самые свои золотые годы, потому что ипотеку уже берут в золотые годы, тогда, когда у тебя уже, ты, на похавы у тебя хватает, и ты берёшь на себя смелость, и залазишь там, да, на авантюру в 10-15 лет, то есть это такие золотые годы экономические, когда ты активен, да, когда у тебя и энергии достаточно, и знакомства уже хорошие завязываются, и, в принципе, бэкграунд какой-то есть, да, ты можешь, по идее, в это время генерить какие-то идеи, не надо сильно рисковать и так сильно себя финансово давить, чтобы вся твоя, там, зарплата, твой доход от бизнеса уходили на погашение ипотеки. Небольшая квартира где-нибудь, что-нибудь, мебель можно, икея, можно и без мебели, нафиг она же, купить три ложки, три выки, если у вас трое, там, домой, да, три чашки, на 12 персон, вот такой, да, нас берут же сразу, то есть, ну, раз новый дом заехали, надо на 12 персон, пир, сервис, чтобы супница была, которая будет стоять и гнить, да, то есть, если бы супницы гнили, блин, они бы все выгнили, то есть, как часто вы переливаете суп в супницу, чтобы потом из неё наливать суп, вы берёте суп из кастрюли, наливаете его по чашкам, то есть, просто вот должен быть такой уровень, канагат, я живу одна, мне достаточно, типа, три ложки, три чашки, сейчас можно штучками покупать, купи себе штучками, зачем вот это вот вкладываться в миллион всяких вещей, которые по факту, и в идеале, которые по факту не проносят тебе кэша, не проносят же кэша, не проносят этого кэша, ну, то есть, задаёшь вопрос, это супница, это соусница с этого набора на 12 персон, да, как часто, да, и этим будешь пользоваться, и опять же, мы берём же набор шикарных 12 персон не для себя, мы же берём его, чтобы когда кунах кельгинде, вытащить, короче, и разложить, да, в аренду возьми, да, или вот пусть у тебя целью будет, да, чтобы ты просто людей мог приглашать там, да, и скейтеринг проходил с этими тарелками, да, ну, просто так барахлить себя вещами не надо, в общем, не надо, в жизни есть много более интересных вещей, куда можно потратить деньги, не квартира, не квартира, можно путешествовать, можно жить со своей семьёй в разных странах, можно ходить на концерты, те же самые, впечатления получать, можно ездить, туризмом заниматься по Казахстану, можно дать образование детям, которые вы себе не смогли дать, да, такое хорошее, качественное, можно их развивать в спорте, можно ходить в спа, отдыхать там, да, после рабочего дня, не надо именно вещи, что-то такое прям материальное, очень много денег вбухивать, поэтому, когда вы открываете крышу КИЗ, умерьте свой аппетит, посмотрите, какой у вас может ежемесячный платёж, там, да, небольшой, который вы себе хотите, и вот в рамках него и двигайтесь, и не надо брать ипотеку на 5 лет, дают на 15, берите на 15, дают на 20, берите на 20, то есть, как можно больше срок берите, если что, если ипотека, квартиру можно продать, прекрасно продается, законодательно не запрещено, что тогда париться и сонша мая, короче, её гасить, ну, переплатите вы за неё 5-6 раз или там 10 раз, да, за 25 лет, ну, и пофигу, это ваш ежемесячный платёж за проживание, а вы там платите же за свой Netflix и ничего, молчите же, например, или за аренду, и ничего, как бы, да, ну, то есть, да, важно иметь свой уголок, потому что даже где бы тебя по миру не шатало, вернуться в Казахстан, типа, и иметь там свою квартиру, неважно где, куда ты можешь прийти, это хорошо, это хорошо, это прекрасно, да, классно, когда у каждого твоего ребёнка есть отдельная комната, это классно, но гораздо важнее, когда у вас, может быть, и не будет у каждого ребёнка отдельная комната, но при этом будет здоровая атмосфера в семье, когда вы заходите домой, она вам не остачертела, это квартира, за которую вы там, из-за которой вы не можете уйти, заниматься любимым делом, из-за которой вы себе во многом отказываете, да, нафига такая квартира, зачем такую цену за неё платить, ваши дети будут гораздо счастливее жить на трёхъярусной кровати, спать, короче, в одной комнате, да, и учиться социализироваться, договариваться с другом и так далее, да, они ещё будут более приспособлены к жизни, да, а вы лучше занимаетесь тем, что вы будете менее нервно проходить с работы и больше вкладываться в атмосферу в семье. Да, это очень хороший совет, инсайт, пожить посредством, да, и вообще мы с вами сейчас обсуждали о том, что самая большая, наверное, проблема и финансовая негравность, она имеет корни и исходит из того, что люди хотят впечатлить других людей, и вот эта вот показуха, да, ну, особенно там у нас в Казахстане, это очень разница, какие есть ещё, кроме этого, самые такие распространённые финансовые ошибки, которые вы видите у людей? Первая, наверное, распространённая такая, скажем, большая финансовая ошибка у людей, что, типа, будет завтра, и оно само решится. Это, короче, перекладывание ответственности за свои финансы на какое-то непонятное завтра. Нет, ребят, так не работает. Я завтра заработаю, ещё что-то потратить. Да, я завтра, да ладно, короче, или там, типа, да, я в этом месяце не буду инвестировать, в следующем месяце 20% закину. Ну, за этот месяц 10, так не работает. Это, короче, большое заблуждение. Это большое заблуждение. То есть ты должен чистить зубы каждый день, каждый день. Ты не можешь три дня не почистить, сказать, я на четвёртый день четыре раза почищу. То есть от этого твое здоровье в любом случае пострадает. Ты не можешь пять дней не есть, сказать, на шестой день как поем, нормально. Шесть раз поем, по три раза. То есть это перекладывание ответственности и иллюзия о том, что в следующем месяце ты догонишь, нифига так не работает, ты не догонишь, поезд уедет. Надо заниматься этим прям регулярно. И, наверное, я скажу такую не очень популярную вещь, но у нас есть культура давать в долг. Не давайте никому в долг. Неважно, кто это. Ваши дети, ваши родители, ваши близкие, родственники, друзья, коллеги. Не давайте никому в долг. За это, конечно, меня сильно хейтят. Когда я говорю не давайте в долг, хейтят кто? Те, кто привыкли брать в долг. Конечно, они хейтят. Потому что я говорю, не давайте, не давайте. Пусть человек учится жить посредством. Пусть учится жить посредством. Если он берет у вас деньги в долг, он, значит, не рассчитал свои финансы. Коль у него не хватает сейчас, значит, еще не уровень. Дотяни свои доходы до этого уровня, чтобы тебе хватало. Сократи расходы. Или сокращай расходы. Если ты не можешь управлять своими финансами, вон есть прекрасный инструмент, как кредит. Возьми кредит тогда. Там-то ты будешь супер дисциплинированно его платить. И ты заплатишь за этот кредит процент, цену за свою финансовую недисциплинированность. Почему ты перекладываешь свою финансовую недисциплинированность, свою финансовую безответственность, свое неумение управлять финансами на человека, который нормально зарабатывает и может тебе эти деньги дать в долг? Почему он должен решать твои проблемы? Почему ты не решаешь свои проблемы самостоятельно? Брать в долг это, короче, не очень хорошо. Поэтому никому не давайте в долг. Неважно, кто это. Вы, во-первых, делаете медвежью услугу человеку, оказываете, по факту. Он не будет искать, может быть, ему боженькое качество, на тебе фиговую, короче, ситуацию, чтобы ты в минусах оказался, да, и тебе там до зарплаты 10 дней не хватало, короче. Ну-ка сделай что-нибудь. Он ему говорит, вот там перед тобой, короче, там дверь, да, иди, блин, зайди попроси повышения, там, уйди, наконец, с этой работы на более высокооплачиваемую, да. Вон ты хотел бизнес заниматься, вон там встретиться с Сериком Бериком, который тебе предлагали. Вот тебе, короче, я тебе говорю, да возможно, я тебя специально загнала в такую жопу, чтобы ты встал ее и поднял и увидел перед собой открытые двери. Он такой, ничего ты не видишь, ты говорит, и в долг, да, и тот человек ему дает в долг, да, и, ё-моё, и, короче, да. И на самом деле человек не растет, а когда человеку в долг не дают, он растет, он растет. Вот, ему, у него нету доступа к простым бесплатным деньгам, вот тут он начнет расти. Вот тут мозг начнет работать, потому что кушать хочется, жить хочется, жена говорит, ахша, кайда, там, да, и так далее. Тут ты начнешь расти. Поэтому, когда, а у нас люди любят же спасать, это же прям казахская национальная черта, быть спасателем, да. Я всех спасу, всем помогу, поэтому у нас очень много прекрасных, чудесных женщин замужем за абьюзерами. Почему? Потому что они верят, что они, вот я его спасу, вот никакая женщина, да, вот со мной он станет, короче, лапочкой, да. Вот эта вот вера в то, что, типа, да, я, короче, такая, я спасу, я спасатель. И вот этим, типа, я спасу брата, свата, всех спасу, всем помогу, всем в долг дам и так далее. Человек не получит урок, не изучет урок, человек не вырастет, если ему просто будут давать постоянно в долг. Поэтому я бы сказала так, что надо прекращать давать друг другу в долг. Ну, типа, где-нибудь, я не представляю, в Швеции друг у друга, там, да, типа, на свадьбу десяточку закинь, да, ну, типа, come on, чувак, да, то есть там личные финансы, это личные финансы. Да, да, да. Ты сам решаешь свои проблемы, ты идешь и смотришь, какие тебе варианты решения предлагают финансовые институты, что ты можешь взять там у организации, может быть, здесь ты наконец-то пойдешь и соберешь документы и подашь по дому на льготный кредит для своего бизнеса, вот тут наконец-то, да, потому что тебе никто уже в долг не дает, кассовый разрыв тебе никто не закрывает, брат, который более успешно тебя постоянно не спасает, и ты начинаешь сам расти, ты вынужден вырасти через это, то есть, когда вы берете в долг, вы просто берете и обрезаете себе вот так вот одно крылышко, каждый раз, когда вы берете себе в долг, каждый раз, вы просто не даете себе расти, не даете себе взлететь, а прекратите брать в долг, капец, мозг начнет работать, прекратите давать в долг, капец, ваше окружение вырастет, просто, просто благодаря тому, что люди перестанут другу давать в долг и брать друг друга. Да, это отличный совет, я считаю, и я вот сама, как вы сказали, насчёт роста, я сама помню отличный момент, когда я лично перестала брать в долг, у меня был gap year, то есть я взяла год на то, чтобы понять, чем я хочу заниматься, отдохнуть от работы, у меня было выгорание во время ковида после того, как я бизнес свой отставила, и у меня там были какие-то подработки на фрилансе, я там помогала, консультировала с поступлением за рубеж и так далее, и вот у меня в октябре, я помню, это был 2019 год, заканчиваются деньги, и моя первая мысль была, ничего страшного, я у мамы возьму в долг, она мне всегда даст, то есть у меня такие родители супер добрые, которые меня в этом плане разбаловали, и потом я тут же себя ловлю на вторую мысль, что почему это моё первое решение, а почему я не думаю, я сейчас заработаю, я там сейчас в инстаграме запощу, что у меня какие-то там консультации, скидки, ещё что-то, и вот с того момента я просто приняла внутреннее вот это решение, когда я себя поймала на этой мысли, что всё, я прекращаю брать в долг у родителей и так далее, и перестаю кому-то давать в долг, с тех пор я перестала это делать, и через несколько дней вот после того, как я это решение приняла, мне там упал большой заказ, деньги мне упали, и я такая, я поняла, что уже там это действует, да, как это работает, как это действует, что реально это мне нужно для роста, да, это страшно, да, это неприятно, да, это плохо, и когда ты отказываешь, да, кому-то своему близкому человеку, который тебя там просит в долг, или когда тебе отказывают, да, это очень унизительно, да, или там, когда ты никому-то не даёшь, там большое чувство вины, да, и так далее, ты боишься испортить отношения, ты хочешь для всех быть хорошей, но, к сожалению, так не бывает, да, да, ты можешь выбрать быть счастливой или быть хорошей, и потом я думаю, что люди, которые действительно тебе желают хорошего и тебя любят, они как бы на это не обидятся, да, и они поддерживают любое решение, поэтому вот это вот супер хороший совет по поводу того, что не надо давать в долг, и не надо брать в долг, и нужно всегда искать, да, то есть я сажусь, у меня деньги заканчиваются, я сажусь и такая, окей, почему я в такую ситуацию, да, попала, да, какие есть там ещё у меня источники дохода, там, напишите друзьям, да, как ты думаешь, как я могу монетизироваться, да, по-брейнстормте и найдите вот выход из этой ситуации, чтобы не брать в долг, в общем, Сель, у меня в принципе все вопросы закончились, наверное, один ещё остался, вы рассказывали ситуацию, что вы оказались в такой ситуации, когда вы со своим молодым человеком копили на квартиру, там, и так далее, потом без ничего остались, и это реальность для многих женщин в Казахстане, как вы говорили, что они спасают, там, любят всё спасать и так далее, и сейчас тоже я вижу очень много, например, разводов и так далее, и насколько, у меня папа юрист, он мне всякие страшные истории рассказывает, как люди остаются, особенно женщины, да, без всего, плюс ещё там громкий кейс вот сейчас идёт с Айтеновым, да, который выкинул своих детей в буквальном смысле на улицу, оставил без ничего там за должности по алиментам, как женщина может себя максимально обезопасить, да, при вступлении, брак или при партнёрстве с кем-то, чтобы сохранить свои активы? Конечно, когда ты выходишь замуж, ты любишь этого человека, ты рожаешь ему детей, ты создаёшь семью, у тебя никогда не возникнет в голове мысли, что этот человек может тебе предать, понятно, это понятно, и мы как люди, мы очень сильно движимы гормонами, природой нашей, и она очень часто выключает какую-то нашу разумную часть, да, то есть мы такие больше движемся эмоцио, чем нашим рацио в этот момент, и я бы просто хотела дать, скажем, несколько советов таких женщинам. Первое. Станьте абсолютно финансово независимой до того, как вы вступите в брак, чтобы, когда вы из него уйдёте, даже если без ничего, это сильно по вам не ударило. Второе. Ни в коем случае не подписывайте никакие согласия, если вы не согласны. Если вам говорят, а, подпиши там, и так далее, и так далее, и так далее, вникните. Может быть, против вас сейчас как раз готовится план о том, как вас кинуть и уйти к молодой любовнице, а вас с тремя детьми оставить. Всегда просто держите в голове, что люди влюбляются, женятся, потом разлюбляют друг друга и расстаются. И это нормально. Это нормально. Поэтому ваш невероятно любимый муж, которому вы очень сильно доверяете, к сожалению, может просто ударить вас в спину ножом. Поэтому никогда ничего не подписывайте, и если что, советуйтесь с юристами. Просто скажите, а зачем, а почему, а что там, да, и... Вникайте и изучайте. Вникайте. Даже если это 50 страниц договора. Да, вникайте. Попросите юриста знакомого своего, сходите обязательно, да. Ну и третий совет, заключайте брачный договор. Брачный договор заключайте до вступления в брак, или уже если вступили в брак, вы можете так заключить тоже брачный договор, в котором вы можете расписать абсолютно все, особенно как переходят права на имущество в случае развода, чтобы не было каких-то спорных моментов. Потому что быть матерью, это тоже дохрена, я бы сказала, работа. Не оплачиваемая. Не оплачиваемая. Ничем не менее важная и ничем не более легкая, чем быть министром в нашей стране. Ни хрена не проще, я бы так сказала, абсолютно. Такая же сложная работа. Только нет отпусков. Только нет отпусков, выходных и так далее. Поэтому обесценивать себя ни в коем случае не надо. Когда тебе говорят, а ты ничего не делала, ты просто дома сидела, а я работал и зарабатывал, это просто дешевая манипуляция. Знать себе цену. И прописывать эту цену заранее в брачном договоре. Что поскольку вы рожаете, поскольку вы за этими детьми смотрите, вы имеете право при разводе на это имущество. Вы можете сделать так, что, например, первое имущество, купленное в браке, отойдет вашему первому ребенку и все, и без разговоров. Второе имущество, купленное в браке, отходит вашему второму ребенку и без разговоров. Третье, в случае, если он инициирует развод, отходит к вам, потому что он инициирует развод и так далее. Не поддаваться манипуляциям дешевым, знать себе цену, знать цену того, каково это быть матерью и женой, которая обслуживает часто мужа и всех его родственников, знать эту цену и ни под какие дешевые манипуляции не попадаться. Быть в таких моментах, наверное, хладнокровной, что ли, потому что такова реальность. К сожалению, нужно быть реалистами, даже когда вы любите очень сильно и выходите замуж, вы должны… Вот как в инвестициях, когда начинают предлагать инвестиции, я говорю, сколько я могу потерять? Я не спрашиваю, сколько я могу заработать. Сколько я могу потерять на этом? Это первое, что меня интересует. А сколько я могу потерять? То же самое тут, выходя замуж, вы должны думать, а сколько я могу в этом браке потерять? Как мне себя от этих потерь оградить? И тут же дело не в том, что у вас может быть прекрасная любовь, может быть прекрасная семья, всё может быть хорошо. Человеческая правда такова, что… Вы не только не развестись не можете, но человек может умереть или заболеть. Да, заболеть, умереть и так далее. И вы должны понимать, что… Никогда не надо давать согласия на то, чтобы регистрировали там на мам, пап, братьев, сестёр и так далее. Если это всё наживается вами совместно в браке, никогда не давайте такого согласия. Ни за что не давайте согласия. Чего бы это ни стоило, настаивать на том, чтобы это было зарегистрировано, как положено в браке. Как положено. Неважно, что там. Потому что вы должны всегда думать на сто шагов вперёд. И всё хорошо, то, что хорошо заканчивается. А в самом худшем сценарии, в итоге, с чем я останусь, насколько будет оценён мой вклад. И я считаю, что вклад женщины в семью, он очень большой. Он очень большой, он очень ценный, он стоит того жилья там, да. И потом женщине, которая остаётся с детьми, ей нужно смотреть и за детьми. Большинство у нас просто остаётся с детьми женщины. Именно не мужчина остаётся, а женщина остаётся с детьми. Женщина, которая остаётся с детьми, ей сложнее и на работу выйти, потому что ей нужно параллельно ещё детьми заниматься там, да, и так далее. Ей сложнее и второй раз там семью там завести, потому что, да, параллельно. Ну, как мужчина, тяжелее подписываться на то, чтобы там, да, ещё обеспечивать детей там, да, или принимать каких-то детей. Это просто реальность, просто реальность такова. Поэтому прям холоднокровие нужно включать, заключать брачные договоры, не подписывать всякие документы, подвергать всё сомнению на всякий случай и не поддаваться ни под какие манипуляции, знать себе цену. Знать цену тому, что мама и жена – это очень дорогая должность. И это большой, очень дорогой вклад в семью, я бы сказала. Поэтому не надо стесняться и обесценивать себя, и не заниматься миссгении. У нас же страшно, женщины сами топят друг друга. Это ужасно. Со словами типа, ну, конечно, она ничего не делала, дома сидела, посади мужика на 20 лет домой, я посмотрю на него, да, чтобы он занимался бытом, домом и так далее, и детьми. Да, вот я как раз под комментариями поста жены Этеновой читала, что там женщины говорят, вот, она там сама виновата, о чем она думала, нужно быть гордой, да, зачем выпрашивать эти алименты, зачем вот так всё. Кусхарина! Да, это гордость. Это законное право. Почему? Почему твоя гордость? Какое ты имеешь право ставить будущее своих детей выше своей гордости? Да, да. Зафига! Какое право ты имеешь интересы своих детей ставить ниже? Да. Почему? Да. Почему кто-то должен забирать с собой миллионы, потому что ты такая гордая? Схрена! Почему вообще так должно происходить? Почему женщины топят друг друга? Это же ужасно! Почему у нас сразу сама виновата? Да, да, да. Я никому не пожелаю. А почему она не работала? А зачем она эти документы подписывала? У нас это victim blaming, то есть обвинение жертвы. Тут есть один виноватый человек, да, и мне так не хватает женской солидарности в нашей стране, так не хватает поддержки, да, чтобы каждая женщина, просто должна понимать, что никто не защищен. Вот ты сейчас так сидишь, болтаешь на диване, пишешь, ты тоже не защищена. И если ты будешь разгонять вот эту тему, то завтра никто не встанет на твою защиту, потому что сформируется культура в Казахстане, а сама виновата, а что не смотрела, а что подписывала, а что рожала, а что... Ну, то есть, вот это вот все, отчеты, сама виновата, а вот надо было не подписывать, а вот надо было не рожать, если ты видела, что вот он такой, да, а отчет тогда рожал. Короче, вот это вот, и потом завтра, вот это твое очоканье, оно к тебе так вернется, так сильно тебя ударит, так хлистанет, и нужно об этом помнить. Поэтому, когда видит, и это же, а по факту-то несправедливость в отношении женщины, происходит несправедливость в отношении женщины, все, тут нету никаких вторых взглядов и так далее. Просто даже если убрать абсолютно все, по справедливости должно быть. По закону. По закону. Как минимум по закону. Закон не везде у нас справедлив, конечно, но как минимум хотя бы по закону нужно вопросы решать. Хотя бы по закону эти вопросы решать. Женщина не должна обесценивать, она обесценивает кого-то, по факту же обесценивает себя, она говорит, что типа, ну она же дома сидела, она же говорит, понимает, обесценивает себя и свое нахождение дома, да, и не надо мериться письками и говорить, а я зато и рожала троих, а я и работала еще. Вот я такая вся, раз такая, молодец, молодец. То есть надевать на себя белое пальто и ходить с этим белым пальто и говорить, смотрите, какая я, а я не такая дура, как, например, Дана, так делать не надо. Лучше поддержите друг друга, вы не знаете, что будет завтра. Женщины должны в Казахстане просто друг за другом стоять горой. Они должны поддерживать друг друга во всех, во всех таких случаях. Только тогда потихоньку, поступательно у нас сформируется культура, культура, когда женщина, может быть, уже будет иметь больше голоса, не будет бояться говорить, будет понимать, что если она скажет, ее не зашеймят, ее там не закидают тапками, ее поддержат, скажут, тебя бьет муж, мы ему письку оторвем, мы за тебя горой. В таком плане. То есть должно быть такое ощущение у женщины. Тогда она выйдет, у нее появится голос, тогда она будет услышана. Блин, у вас же тоже есть сестренки, племянницы. Вы сама женщина, дочь у вас растет. Вы хотите в каком, чтобы она в обществе росла? Это дочь, в конце концов. Поэтому поддерживайте друг друга постоянно, во всем. Наоборот, чтобы под каждым таким постом были сотни тысяч комментариев со словами типа «мы с тобой, мы будем топить за справедливость», чтобы ни одна женщина в Казахстане не чувствовалась покинутой, брошенной, выброшенной с детьми из дома. После того, как она столько лет отдала тому, чтобы поднимать эту семью и вкладывала в эту семью. Такого быть не должно. Да. И вот когда вы говорили про то, что женщина на самом деле работает мамой, работает женой, и эта работа не оплачивается, я вспомнила слова Марины Шариповой, блогера, и она говорит, что часто такое бывает, когда муж, например, не хочет нанимать няню, женщина, например, уходит на работу и там зарабатывает 150 тысяч, и все эти деньги уходят на няню, и как будто бы она работает в ноль и так далее. Но при этом вы не забывайте, что у вас идёт опыт, у вас идёт экспертиза. Конечно. Накапливается потенциал. Накапливается потенциал, да. Поэтому даже если в деньгах это невыгодно, даже если там 150 тысяч – это ваша вся зарплата, которую вы спускаете на няню, да, или на помощь какую-то по дому, вот это для меня такой был поворотный момент, я сама никогда об этом не задумывалась, я думаю, блин, действительно, да, оно стоит того. Поэтому если вы хотите там выходить на работу, если вы не хотите там сидеть с ребёнком, и у вас там не такая уж и большая начальная зарплата, то всё равно это того стоит, и вы всегда думаете о том, об упущенной возможности, об упущенном времени и об упущенном потенциале, который вы могли бы накопить, даже если вы платите за няню столько денег. Да. Думать надо учиться наперёд. Да, нужно думать чуть-чуть наперёд. Нам много-много шагов вперёд. Не прямо сейчас я теряю 150 тысяч, да, на няню. А что я приобретаю? А вот что я приобретаю за год, да, за 5 лет. И всё же начинается… Вот сегодня мне только задали вопрос, чтобы привлечь гранты, да, на проекты, как на мой фонд. Девушка спросила, это должно быть какой-то колоссальный какой-то проект. Какой это должен быть проект? И я ей сказала, что мой первый тренинг 3 года назад, это было для 20 человек, это было онлайн в бесплатном зуме на 40 минут. И я позвала своих пятерых подружек, которые работают там в Гугле, да, где-то в Фейсбуке и так далее, чтобы они бесплатно поволонтёрили и для девочек провели сессии, да, как строить карьеру в тех… То есть все колоссальные какие-то вещи, они начинаются вот с одного тренинга, да, с маленького шага, с 10 тысяч тенге, акций, инвестиций. И эта книжка «Атомные привычки», которая меня вот научила тому, что вот эти вот маленькие… Сила маленьких шагов. …незаметные шаги, да, они очень-очень через 5 лет, через 10 лет вы увидите их результат, поэтому всё большое, колоссальное и громадное, оно начинается с одного маленького шага одного человека. Каждый олимпийский чемпион, когда ты пошёл на свою первую тренировку, а потом фигачил 15 лет на этих тренировках, чтобы стать олимпийским чемпионом. Да, да, да. Каждый божий день. Он не стал олимпийским чемпионом, потому что последние полгода готовился. За один день, да. Овернайт, сексесс, такого не бывает. Да, такое не бывает. Просто это иллюзия, которая создаётся Инстаграм, социальными сетями, что вчера я была… Надо всё делить на 100, делить на 100. Вчера я была бедной, а сегодня я осталась там миллионершей долларовой. И, к сожалению, это не так, да, и люди видят только успешный успех, но за этим стоит очень много работы, сил и работы над мышлением, да, и так далее. У меня вот последний вопрос. Какую бы вы книгу посоветовали вот прочитать, начать, с чего начать? Мы эту книгу купим и подарим за лучший коммент под этим видео, чтобы наши читательницы начали свой путь в инвестирование. В инвестирование «Разумный инвестор» самая шикарная книга. По мне она толстенькая, конечно, её не так легко читать, потому что она объёмная. Но там всё, всё, что нужно для начинающего инвестора, абсолютно всё. Я бы ещё хотела одну книгу посоветовать, поскольку у нас смотрят женщины, и это всё-таки «Гёрл Пауэр». И каждая женщина наверняка станет мамой или уже является мамой. Есть одна книга, которая мне очень помогла с материнством. Эта книга называется «Тайна опора». О, у меня она есть. Восхитительная книга. Она должна быть настольной книгой. Её должны... Вот ты приходишь получать обменную карту в роддоме, когда тебе там 10 недель до беременности, вставать на учёт. Её должны выдавать в роддоме. Столько вы просто можете узнать из неё и меньше дров наломать, понимая хорошо психологию ребёнка, вы просто облегчаете себе жизнь, и это поможет вам больше реализовывать свой потенциал. У вас высвобождается время и энергия на то, чтобы становиться successful woman, потому что вы просто понимаете, как с ребёнком быть, что ему от вас надо. И вы поймёте тогда, какой вы колоссальный вклад вносите в развитие ребёнка, будущего взрослого человека. Сейчас. И перестанете обесценивать и называть это «я просто дома сижу». Вы начнёте осознанно дома сидеть, понимая, зачем вы вот сейчас дома сидите, почему вы в полгода не вышли на работу, вы начнёте это осознавать, понимать, ценить, ибо тогда у вас вырастет селф-эстим, тогда у вас самооценка, самоценность вырастет так, что вы будете понимать, какой вы вклад вносите, в чём ваша ценность, сколько стоит это вообще, и тогда вы не будете топить других и говоря, что это типа просто дома сидит. Поэтому вот эти две книги прямо очень рекомендуют. Супер, я тогда за два лучших коммента подарю книги, поэтому у вас в два раза больше шансов. Из моей личной библиотеки у меня эта книга есть, я её уже прочитала и с удовольствием подарю нашей участнице, либо подписчику, которая ставит комментарий под этим постом. Также под этим постом мы оставим ссылки на все социальные сети «Осель», на все социальные сети, которые были упомя... не только социальные сети, но вообще на все линки, которые «Осель» упоминала. На различных брокерских платформ и так далее. Спасибо большое еще раз, «Осель». Я так зарядилась сама от этого подкаста. У меня сейчас такое чувство, будто я его для себя лично делала, потому что я получила очень много новых знаний, очень много нового такого, я не знаю, наверное, понимания того, как жить вообще дальше, как строить свою жизнь. и просто вы очень приятный человек. Спасибо большое. Еще лучше, чем в Инстаграме. Это за мое личное замечание. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. И если хоть кто-то унесет себе с собой хоть одну мысль, я буду очень рада. То есть моя задача – это проносить пользу. То есть первое, что я говорю людям, чем я могу быть полезна. Да. И самое главное, ребят, действовать. Я знаю, что многие сейчас посмотрят, такие «О, вау, да, классно, все, я буду инвестировать», и потом все, забросится, это как-то забудется. Это всегда есть какие-то более срочные дела. Конечно. Это не всегда более важные дела. Поэтому обязательно примите действие какое-то, предпримите, неважно, даже если вы просто книгу хотя бы закажете какую-то, или начнете с 10 тысяч тенге, зарегистрируйтесь хотя бы на брокерской платформе. Купить первую бумагу. У меня в Инстаграме есть прямо в закрепе актуальный, который называется «Действуй». Супер. Потому что, как говорится, знания не даются не для знаний, знания не даются для действий. Да, да. Поэтому очень важно именно действовать, прямо действуйте. Да. Если что-то вы сделаете, напишите мне в директ, я директ сама читаю. Да, да, да. Асель читает свой директ, я её так и позвала на подкаст, и вот, наверное, это тоже было действие. Импульс, да, такой у меня был, я сразу написала, сразу предприняла действие, как-то всё сложилось, что Асель ещё с Кипра прилетела в Алмату, именно в эти даты. Поэтому действие – это самое главное. Я ещё сделала небольшой комментарий, что умные, образованные женщины, к сожалению, слишком много думают и мало действуют. Вот я заметила такое. Да, горе от ума. Горе от ума, да, это действительно большая проблема, поэтому просто отбросите все вот эти свои мысли, страхи, и берите, и делайте всё. Больше от вас ничего не нужно. Спасибо большое ещё раз, Асель. Субтитры сделал DimaTorzok